Получается, мне перебило левую ногу, пробило правую стопу, плюс я еще, уж, ну, буквально неделю назад увидел вот тут у себя шрамы от осколков, я не знал, что у меня тут были осколки, видимо, и в спину попало. И мой товарищ уже был не в состоянии меня тянуть, он заполз в подвал и начал кричать мне, чтоб я полз. Мой позывной буйвол, он начал кричать, буйвол, ползи, типа, ты должен жить. А я лежал, получается, возле этого лануса, ну, у меня кровь уже вытекала с носа, с рта, я так вот потрогался, думаю, ну, все, уже, типа, мне конец, я уже, типа, не боролся за жизнь. Ну, как бы смешно не звучало, мне мой друг надоел настолько, нам перебило гланды ударной волной, и он, получается, кричал таким сиплым голосом неприятным, плюс рядом горела машина, которая мне начала выпекать полностью правый бок. А я принял решение, что я лучше уже заползу в подвал и там помыл. Мне повезло тем, что еще была тогда на тот момент анестезия. И мне сделали анестезию, и уже под анестезией сделали ампутацию. Мы лежали в машине и ждали, и когда нас уже начнут грузить. А я, получается, лежал в левом углу, именно в самой глубине кузова. И я парень небольшой, незаметный такой, плюс еще гланды перебиты, я громко разговаривать не мог в тот момент. И я понимаю, что всех уже погрузили, а я еще лежу. А что-то сказать я именно, и парни, плюс вертушка крутится. Огромный звук, меня никто не слышит, и тут я, типа, думаю, ну, не судьба. Я уже лег, и слышу, что кто-то кричит, вы бойца в машине забыли. А я уже слышу, что говорят, места нету. И, короче, получилось так, что вот если вертолет стоит вот так вот, всех положили параллельно. А меня положили так. Сам по себе такой рейс, он был невозможен. Поэтому люди, конечно же, в силу определенных обстоятельств отказывались. Но нашлись люди, которые выразили желание и осуществили эти рейсы именно с профессиональной точки зрения. Потому что сам полет происходил на достаточно очень низких высотах. Это вот 4 до 7 метров. Нужно было показать этим примером о том, что такие рейсы возможны. Тем ребятам, которые летали потом, тем пилотам, которые осуществляли рейсы потом, очень было важно продемонстрировать и показать, что это возможно, что это не фантастика. Естественно, когда первый раз мы приземлились на территории Азовстали, ребята, которые отгрузили боеприпасы, и ребят, которых мы грузили, один из них сказал такую фразу, что я не знаю, откуда вы прилетели, но вы к нам прилетели с неба, вы как будто с неба спустились к нам. Они тоже мало верили в то, что за ними могут прилететь и что их могут эвакуировать. Редактор субтитров А.Семкин